Несмотря на антикитайские протесты на родине, президент Казахстана Касым Жомар Токаев прибыл с официальным визитом в Пекин. О чем говорили лидеры двух стран, а также какой частью Центральной Азии Китай владеет уже сегодня. Об этом в нашей сегодняшней программе. Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и даже закрытый Туркменистан. Все они должники Китайской Народной Республики. Сумма долга каждого Центрально-Азиатского государства исчисляется миллиардами долларов. Новый министр образования Кыргызстана подвергся жесткому экзамену со стороны депутатов парламента. Тригонометрию завалил, зато согласился, что учебники надо проверять лично, как Иосиф Виссарионович Сталин. Иосиф Сталин лично каждый учебник проверял. У него было на это время, находил как-то. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в Бишкекской студии. Я Шавка Тургаев. Здравствуйте. Президент Казахстана Касым Жомар Тукаев прибыл в Китай. Сегодня он встретился с лидером КНР Си Цзиньпином. Стороны проявили заинтересованность в усилении всесторонних межгосударственных отношений. Визит проходит на фоне антикитайских митингов, которые уже две недели проходят по всему Казахстану. Жители города Жанао-Зен выступили против строительства китайских заводов на территории республики, а также потребовали отменить официальный визит Тукаева в КНР. Тем не менее, планы свои Тукаев не нарушил и прибыл в Пекин. О ходе встречи лидеров двух стран расскажет сейчас Гулигин Берзиева. Привет и наилучшие пожелания от Назарбаева главе Китая Си Цзиньпину передал президент Казахстана Тукаев. Не обошлось без любезностей и с китайской стороны. Официальная встреча в Пекине началась с дружеской ноты. Вы были избраны на пост президента республики Казахстан с убедительной победой. Это говорит только о том, что в вашей стране вы пользуетесь очень большой поддержкой со стороны народа. Я убежден, что под руководством вашего превосходительства в Казахстане обязательно свершатся новые достижения в обществе и экономике. Это первый официальный визит Тукаева в Китай. В качестве президента он встречается с лидером КНР, премьером, председателем парламента, представителями научной и бизнес-среды. Сегодня президент Казахстана назвал экономическое сотрудничество двух республик стратегическим. Этот визит является очень важным для Казахстана. Мы исходим из того, что Китай является великим государством, второй экономикой мира и, самое главное, соседним государством с Казахстаном и дружественным государством для нас. Вместе с тем, Тукаев считает, что казахстанско-китайское сотрудничество в экономической сфере имеет большие перспективы и с каждым годом только расширяется. Официальный Нур-Султан считает важной концепцию великого шелкового пути, а также финансового проекта RMB Connect. Планируется, что Международный финансовый центр Астана станет базой этого проекта. Проект RMB Connect позволит осуществлять инвестиции в юанях. Я думаю, что новая система внесет значительный вклад в распространение в мире китайского юаня. А также проект может стать для компаний Казахстана и стран нашего региона новым расчетно-клиринговым центром по операциям в юанях. Развивать два государства планируют не только экономические и финансовые отношения. Заявили о необходимости совершенствования взаимного туризма, аграрных проектов. По словам Тукаева, Казахстан очень важен технический и научный опыт КНР. Он также подчеркнул, что Китай уже инвестировал в Казахстан порядка 20 миллиардов долларов. Жизгуль Гембердиева, организатор Оспанов. Тимур Тимаев. Настоящее время. Азия. Необходимо отметить, что согласно официальной информации, поступающей из Пекина и Нур-Султана, нигде не упоминается, что лидеры Казахстана и Китая обсуждали ситуацию в Синьцзяне, откуда с 2017 года поступают сообщения о давлении на коренные этнические меньшинства, в том числе казахов. Я хочу напомнить, что страны Запада и международные правозащитные организации не раз критиковали Пекин за его политику в Синьцзяне. По данным ООН, около миллиона этнических уйгуров и представителей других тюркоязычных групп этого региона принудительно удерживаются в так называемых центрах по борьбе с экстремизмом. Миллионы людей направлены в геополитическое перевоспитание. Китай, который поначалу отрицал существование лагерей, позже признал их наличие, но назвал эти учреждения центрами профессиональной подготовки, созданными для противодействия экстремизму и терроризму. Казахстанские власти все это время воздерживаются от критики Китая, четвертого крупнейшего инвестора в экономику страны и третьего крупнейшего кредитора, общая протяженность совместной границы с которым превышает 1700 километров. Китай – один из основных кредиторов всех центрально-азиатских стран. Нередко в каждом из пяти государств региона силами китайцев осуществляются важные правительственные и инфраструктурные проекты. Граждане самого густонаселенного государства планеты мигрируют в этот регион для реализации межправительственных проектов, а иногда и для налаживания личного бизнеса. Земли отдельных республик и вовсе переходят на баланс Поднебесной. При этом в официальной хронике и Китай, и страны-заемщики называют себя равноценными партнерами. Так ли это на самом деле, расскажет Джазгули Гемберзиева. Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и даже закрытый Туркменистан. Все они должники Китайской народной республики. Сумма долга каждого центрально-азиатского государства исчисляется миллиардами долларов. Объем госдолга официального Нурсултана перед Пекином превышает 12 миллиардов долларов. В этом году Казахстан оформляет очередной кредит на 300 миллионов долларов. Уже подписано соглашение о строительстве более полусотни китайских заводов. 20% казахстанской нефти добывают китайские компании. А вот Кыргызстан больше всего задолжал именно китайским банкам. 1 миллиард 700 миллионов долларов. Это более 40% от всего внешнего долга. Зависимость Кыргызстана от китайских кредитов значительно повысилась в годы президентства опального ныне Алмазбека Атамбаева. В годы его правления в Пекине дополнительно дали взаймы почти 1 миллиард долларов. Доля китайских кредитов во внешнем долге Таджикистана составила 48%. За годы независимости республика заняла у Китая 1 миллиард 200 миллионов долларов. Более 80% золоторудных месторождений разрабатывают именно компании с китайским капиталом. 8 лет назад Таджикистан под предлогом демаркации и делимитации границ отдал китайцам 1% своей территории. А в прошлом году Управление геологии Таджикистана передало китайцам еще одно золоторудное месторождение. Верхний Кумарк в обмен на строительство ТЭЦ Душанбе-2. Именно таким образом правительство расплачивается по кредиту в 330 миллионов долларов. Китай крупный инвестор и в экономику Узбекистана. До сегодняшнего дня республика заняла в Пекине 7 миллиардов 800 миллионов долларов. Причем активно брать кредиты у Китая в Ташкенте начали с приходом к власти нынешнего президента. Шавката Мирзиёева. Закрытость экономики Туркменистана не позволяет получить достоверную информацию о долгах этой страны. Из открытых источников известно, что Китай давал кредит Ашхабаду для разработки крупнейшего в мире газового месторождения Галк-Иныш. Кроме того, китайцы построили газопровод через Узбекистан и Казахстан. Приблизительная стоимость этих проектов превышает 8 миллиардов долларов. Сегодня Туркменистан четвертая в мире страна по объемам добычи газа. И 90% топлива отправляется именно в Китай. Интересно, что по данным таможни КНР трехлетней давности, официальный Пекин закупал туркменский газ в три раза ниже рыночной цены. Считается, что таким образом Туркменистан расплачивается за свои долги. Так почему же все государства Центральной Азии с таким энтузиазмом занимают у Китая? Ответ прост. Получить у КНР деньги проще и быстрее, чем, например, у западных банков. Для последних важны не только способность заемщика возвращать потом долги, но и наличие в стране независимой судебной системы, демократических институтов, соблюдение прав человека и многого другого. Кстати, про удобные условия китайского кредитования открыто говорил бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Китай никогда не диктует свои условия. Китай не говорит, живите, как мы живем, как Запад нас учит всегда. Мы тебе будем помогать, а вы станьте, как мы. В реальной жизни не все так радужно, как описывает Назарбаев. Центральноазиатские страны за счет китайских кредитов решают инфраструктурные проблемы. Строят дороги, жилье, осуществляют энергетические и аграрные проекты. При этом Китай все же диктует свои правила. Крупные кредиты даются с условием приобретения исключительно китайского оборудования или привлечения китайской рабочей силы. Почему Китайская Народная Республика заинтересована в нашем регионе? Для содержания полутора миллиардного населения Китай нуждается в дополнительных ресурсах. Газ, нефть, уран, ценные металлы Пекин активно импортируют из Центральной Азии. Канейр граничит с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. Это географическое положение в Китае используют как транзитный коридор для экспорта своего товара в третьи страны. Да и сам Центральный Азиатский рынок, который превышает 70 миллионов человек, привлекателен для китайской экономики. Есть неписанные правила, неписанные правила, которые должна придерживаться государство при получении кредита из других государств. И одним из золотых правил является по возможности не брать деньги у соседей. Конечно, все страны берут. Насколько она в перспективе может подействовать на суверенитет, это большой вопрос, конечно. В прошлом году американский аналитический центр опубликовал доклад. Исследователи констатируют, что сразу 8 стран-заемщиц Китая стали финансово уязвимыми перед ним. Среди государств, которые совсем скоро могут оказаться в долговой ловушке, есть Кыргызстан и Таджикистан. А тем временем, китайская национальная импортно-экспортная корпорация «Электроники» намерена предложить странам Центральной Азии свою модель видеонаблюдения и распознавания лиц. Эта система сейчас используется в Синьцзяне, об этом сообщает издание Евразия.нет. Издание также пишет, что эта корпорация тесно сотрудничает с другим китайским гигантом – Хуавей. Их совместную технологию видеонаблюдения и распознавания лиц купили такие страны, как Венесуэла, Боливия и Ангола. Между тем, премьер-министр Кыргызстана Мухаммед Калы Абулгазиев еще 4 марта подписал распоряжение, которым одобрил проект соглашений между Министерством внутренних дел и Китайской импортно-экспортной корпорацией «Электроники». Это сообщение по каким-то причинам прошло незамеченным общественностью, и многие узнали о нем только сейчас. Обе стороны, в частности, договорились о намерении сотрудничать в области интеллектуальных и технических систем в сфере обеспечения общественной и дорожной безопасности на основе цифровых технологий. Точные сроки реализации проекта не указаны. К другим темам. Отца мальчика, найденного более года назад в кустах неподалеку от объездной дороги Алматы, приговорили к пяти годам колонии. Сам обвиняемый вину отрицает. На судебном разбирательстве он не раз наставил, что его сына сбила машина. Мурат Аскар-Углы также утверждает, что вину он взял на себя под давлением полиции. Шалпана Разбекова расскажет подробнее. Суд над Муратом Аскар-Углы, которого обвинили в покушении на убийство собственного четырехлетнего сына, длился больше полугода. Дело было затянуто. Его возвращали на дорасследование прокурора. Затем подсудимый потребовал суда присяжных. Это благодаря их решению от запрашиваемых гособвинителем. 11 лет тюрьмы мужчину приговорили к пяти годам. Однако присяжные суд усмотрели в его действиях менее тяжкое преступление. И он признан виновен в причине тяжкого вреда здоровью без умысла причинять смерть. Отбывать наказание Аскар-Углы будет в колонии общего режима. Согласно решению суда, он отсидит только четыре года, так как тюремный срок исчисляется с момента ареста. Присяжные заседатели и судья приговорили Аскар-Углы Мурата Чанчайши признать виновность. По решению уголовного правонарушения признан статьей 106 частью 2 пункта 3 Уголовного конкурса Республики Астан назначить наказание по данной статье в виде пяти лет лишения свободы. Место самоотбудивого наказания определить учреждение уголовной исполнительной системы средней безопасности. Начало срока наказания в виде лишения свободы исчислять со 2 августа 2018 года. Подсудимый Мурат Аскар-Углы вину свою не признает. Ранее на судебных заседаниях он заявлял, что признательные показания давал под давлением полицейских. В то, что отец мог разбить голову собственному сыну и оставить его умирать в кустах, не верят и родные Аскар-Углы. Эмоции у женщин во время оглашения приговора переливались через край. Родственники подсудимого, так же как и адвокат Нурлан Устемиров, считают, что на присяжных также оказывалось давление. Я стоял незаконно. Давление, мое мнение такое, давление на присяжных было оказывано. Все возможно. Ну и видели присяжные, как они головы опустили, стояли. По мнению адвоката, доказательная база была составлена только на признаниях его подзащитного. Кроме того, суд не принял во внимание и показания независимого медика, который подтвердил, что ребенка сбила машина. Устемиров намерен обжаловать решение суда в установленные сроки. Я же напомню, в июле прошлого года четырехлетнего Мухаммеда Аскар-Углы в кустах обнаружила случайно прохожая. Женщина уже подходила к дому, как услышала детский голос. Подойдя поближе, она увидела ребенка с окровавленной головой. Женщина даже вынесла небольшой коврик, чтобы малыш не лежал на земле. Затем, сняв видеоролик, опубликовала в соцсетях для того, чтобы найти родителей мальчика. Сначала все предположили, что ребенка сбила машина, но когда подключилась полиция, был задержан отец Мухаммеда, Мурат Аскар-Углы. В тот же день он даст признательные показания, от которых позже на суде откажется. Шелпану Разбекова, Павел Энгельгард. Настоящее время Азия, Казахстан. Смотрите далее в нашей программе. Новый министр образования Кыргызстана подвергся жесткому экзамену со стороны депутатов парламента. Тригонометрию завалил, зато согласился, что учебники надо проверять лично, как Иосиф Виссарионович Сталин. Иосиф Сталин лично каждый учебник проверял. У него было на это время, находил как-то. Мы продолжаем нашу программу. Военная прокуратура Кыргызстана все еще не рассмотрела заявления сторонников Алмазбека Атамбаева. Приближенные бывшего президента Кыргызстана потребовали проверить законность ареста здания форум. В нем находится офис социал-демократической партии Кыргызстана и телеканал «Апрель», который принадлежит Алмазбеку Атамбаеву. Джебек Бегалеева продолжит. Прошло больше месяца с тех пор, как власти опечатали и закрыли медиафорум здания, в котором располагались телеканал «Апрель» и офис бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Сегодня его сторонники пришли в военную прокуратуру, чтобы узнать, рассматривает ли надзорные органы их заявления, в котором члены СДПК требуют впустить их в арестованные помещения. В военной прокуратуре долгое время не принимали, и только Карамушкина, так как у нее есть запутатский мандат, вынуждены были ее допустить внутрь здания. И там ответили, что официальный ответ будет только 21 или 22 сентября. При этом, как выяснилось, сотрудники других компаний и организаций, офисы которых тоже находятся в этом здании, приходят на работу. А вот журналистов «Апреля» и членов партии СДПК в медиафорум не впускают. И, конечно же, это опять же попытка сделать прессинг, давление оказать на сторонников Атамбаева и на членов оппозиционной партии. Вызывают очень большие неудобства, в том плане, что у «Апреля», во-первых, оборудование там находится, они могут полностью осуществлять свою деятельность. А во-вторых, документы, все удостоверяющие партии СДПК, тоже находятся внутри этих офисов. Именно сейчас сторонникам Атамбаева нужны были эти партийные документы и печати. Сегодня глава движения СДПК без Атамбаева Сагенбек Абдрахманов заявил, что депутаты парламента, которые были рядом с Атамбаевым во время его захвата, исключены из партии СДПК. Формально эту партию сейчас возглавляет Сагенбек Абдрахманов. Весной Минюст зарегистрировал партию на его имя. Сторонники опального политика назвали это решение незаконным и обратились в Генпрокуратуру с требованием привлечь министра юстиции к ответственности. Так что социал-демократами в прессе сейчас называют и тех, и этих, что, конечно, вызывают путаницу. А вообще Атамбаев и его сторонники сейчас настолько в немилости у Васи, что иногда доходят до курьезов. Накануне государственный первый канал Кыргызстана отказался принимать заявку у сторонников политика на поздравление самого Атамбаева с днем рождения в популярной музыкальной программе «Арно-концерт». Руководители телеканала, который еще недавно активно освещал работу бывшего президента, заявили, что у них слишком много заявок от простых граждан. Перейти на латиницу, проверять лично учебники на ошибки и не строить школы в контейнерах – такими обещаниями сегодня сыпал в парламенте Кыргызстана новый министр образования. Депутаты, в свою очередь, прежде чем утвердить кандидатуру Каныбека Исакова, погоняли его по школьной программе и высказали все свои предпочтения по реформе образовательной системы, рассказывает Дарья Тимофеева. Ректора Ожского государственного вуза Каныбека Исакова парламентарии как будто вновь усадили за школьную парту. Депутатский экзамен приходилось сдавать одному. Других кандидатов на пост министра образования не нашли. Первые вопросы будущий глава ведомства завалил, сославшись на свою специализацию. Скажите, чему равен косинус 60 градусов? Простите, но я специалист в области кыргызской филологии и не смогу вам ответить. Я не об этом. В школе нам дают такие знания. Никто не может понять и объяснить, зачем это нужно изучать школьникам. На этот вопрос даже 120 депутатов и министров не ответят. Нужно ли такое образование? Да, такое есть. Мы должны давать детям современные знания. Нужно корректировать программу школьного образования. Почти каждый депутат высказал свое предложение, как улучшить систему образования. Многие идеи были не новы, но весьма спорны. К примеру, уже к обеду в соцсетях шла жаркая дискуссия о переходе на латинский алфавит. С таким предложением выступил Алтынбек Сулайманов. Будущий министр практически совсем соглашался. Мы не просто переходим, мы возвращаемся к истокам. Отцы-основатели кыргызской государственности, к примеру, Касым Тенестанов, выступали за перевод на латиницу. Он был репрессирован. Мы должны продолжить его дело. Тем более, внедрение латинского алфавита нас близит другими теркоязычными странами и облегчит изучение английского языка. Не смутил Исаева и призыв равняться на Сталина. Так, по мнению одного нардепа, можно решить проблему с ошибками в учебниках. Иосиф Сталин лично каждый учебник проверял. У него было на это время, находил как-то. Советую и вам выделить время и лично изучать каждое пособие, прежде чем оно поступит в школы. После многочасовой аттестации депутаты одобрили кандидатуру Каннбека Исаева на пост министра образования. Это кресло освободилось меньше недели назад. У ходу прежней главы ведомства Гульмиры Кудайбердиевой предшествовали ряд скандалов. Неграмотные учебники, ошибки в аттестатах. Последней каплей стало фото с торжественной линейки в школе из контейнеров. Если от перестановки слагаемых думают, что сумма поменяется сразу, то это не так. Где бы там ни было, это командная работа, а не работа одного только человека. Он просто руководитель, который за этим следит. Самое главное, что на местах люди должны работать. А вот этого вот у нас, к сожалению, нет. Это все у нас хромает. Например, вопрос с контейнерами для школьников на рынке, оно же не сегодня, а не вчера появилось. Они же эти контейнеры устанавливали еще давно, они готовились к этому. Депутаты нового министра характеризовали как реформатора и хорошего управленца. В соцсетях, напротив, Исакова называли конъюнктурщиком. Просили поставить на этот пост молодого бизнесмена и советника прежнего руководителя ведомства. Власти, как в случаях многих других назначений, сделали выбор в пользу опыта. Дарить Мафеева, Азат Интамаков, Настоящее время, Азия, Кыргызстан, Бишкек. А президент Таджикистана Имам Али Рахмон приехал с двухдневным визитом в город Куляб. Он традиционно принял участие в открытии нескольких объектов и встретился с населением. Как встречают президента Таджикистана в городах и селах страны, и как это влияет на жизнь обычных людей, рассказывает Анна Ширванарипов. Бозороли Ашуров – таксист в городе Куляб, развозит клиентов на стареньком микроавтобусе. Визит президента страны в город для него не праздник, а потеря заработка дороги перекрывают. И потенциальные клиенты сидят по домам или задействованы в мероприятиях, в которых принимает участие глава государства. Но в встрече с Рахмоном Бозороли был бы рад. Мужчина хочет передать президенту письмо. В нем он рассказал о своей тяжелой жизни, хотя знает, что во время встреч с президентом жаловаться категорически нельзя, только благодарить. Надеюсь, кто-нибудь поможет передать это письмо. Мурод Мат Сафаров торгует пластиковыми пакетами и подрабатывает грузчиком. На встречу президента он не пойдет. Денег и желания праздновать что-либо у него нет вообще. Семью бы прокормить. За обучение детей я плачу кредиты в банках, зарабатываю в день 5 долларов. Какой день независимости, какие концерты и парки. Визитом главы государства в города и районы страны предшествует серьезная подготовка. К этому приезду в Куляп готовились традиционно, основательно. Работников госсектора выводили на субботники и учили правильно оказывать почести. Студенты и школьники репетировали танцевальные постановки. Традиционно к визиту президента готовят к открытию несколько объектов. Почетное право разрезать красную ленточку всегда предоставляется Рахмону. В эти два дня в Кулябе он открыл три парка, сквер, жилую многоэтажку, строящиеся теплицы и детский развлекательный центр. Все визиты президента по городам и районам похожи друг на друга. Открытие объектов, выставки сельхозпродукции и встречи с населением проходят по одному сценарию. Затем все это несколько дней показывают по местному телевидению. Ануширвон Арипов, Махмуджон Рахмадзуда, Мумин Ахмади, Рустам Джонни, Насим Исамов, Таджикистан. В столице Афганистана, Кабули, сегодня утром в 18-ю годовщину нападения на башни Близнецы в Нью-Йорке произошел теракт. Реактивный снаряд взорвался у здания американского посольства. Другой взрыв поразил здание Министерства обороны Афганистана. В обоих случаях обошлось без жертв. Я напомню, США ввели войска в Афганистан именно после теракта 11 сентября. За два дня до сегодняшнего взрыва президент США Дональд Трамп объявил о прекращении диалога с лидерами движения «Талибан», которые американская администрация вела на протяжении почти года. Сегодня в Нью-Йорке, вспоминая жертв теракта 11 сентября 2001 года, 18 лет назад боевики Аль-Каиды захватили четыре пассажирских самолета. В результате погибли около трех тысяч человек. Памятные мероприятия начались в 8.46 по местному времени с минуты молчания. Именно в это время первый самолет врезался в северную башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Спустя 17 минут второй авиалайнер врезался в южную башню. Третий самолет врезался в здание Пентагона. Четвертый разбился в Пенсильвании, недоледев до цели. По данным американских властей, всего в результате теракта 11 сентября погибло около трех тысяч человек. Свыше шести тысяч были ранены. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» и в Ютубе. Всего доброго, до встречи. Если не Путин, то кто? Президентские выборы там уже все сделаны. Если вот вы не проголосуете... Я, если честно, вообще не голосую. Сделать выбор, это на самом деле очень важно. Выборы в России всегда были нечислены. В революции побеждает тот, кто другому череп пролонит. Какой Достоевский. Зачем Толстой? Оппозиционеры были единственными людьми, которые пытались организовать сопротивление этому носорогу. Его осудили на три года концлагерей как социально вредный элемент. К 29-му году Сталин окончательно определился с принципами руководства... ...